Добрый вечер! Информационное шоу на областном телевидении продолжает рубрика «Здоровье». Меня зовут Александр Гальперин. Мы продолжаем говорить про онкологические заболевания со специалистами Свердловского областного онкологического диспансера. Сегодня мы будем говорить про субубо-женскую онкологическую проблему. Мы будем говорить про рак тела матки. Я представлю нашего сегодняшнего гостя. Это заведующая онкологическим отделением номер 4 Свердловского областного онкологического диспансера Светлана Николаевна Лапина. Светлана Николаевна, добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Светлана Николаевна, давайте начнем опять же с традиционного вопроса. Насколько распространен рак тела матки? Какое место он занимает среди онкологических заболеваний? Ну, рак тела матки или рак эндометрия еще по-другому. Занимает первое лидирующее место среди всей онкогинекологической патологии. Ежегодно 15-20 тысяч случаев в год, собственно говоря, регистрируется в России. И заболевание, в общем-то, оно растет и молодеет. То есть это очень распространенная патология. А если сравнить, вот у женщин номером один является рак молочной железы. Это где-то далеко или не далеко? Это третье место. Третье место. То есть первым будет рак молочной железы, а на третьем месте рак тела матки. Это действительно самая злокачественная опухоль у женщин, которая очень быстро и стремительно развивается? Ну, вообще, я бы не сказала, что она самая злокачественная. Все-таки она уступает по злокачественности тому же раку яичников, в общем-то. Популярная, да, но по злокачественности скорее нет. В общем-то, если процесс не запускать, он может иметь и достаточно такое медленное течение, ну, если сравнивать вообще со всей онкопатологией. Хотя, ну, любой рак – это, конечно, процесс злокачественный. То есть мнение или более, да, это очень субъективно. А вообще, вот слово «злокачественность», мы еще вот ни разу это не обсуждали. Это ведь и означает более быстрое течение неконтролируемого? Злокачественность, да, это быстрый неконтролируемый рост. Рост, собственно говоря, несвойственных организму тканей, клеток. А можно пояснить еще для наших зрителей, что такое метастазирование, что такое метастаз? Метастазирование – это перенос, собственно говоря, части опухоли, части опухолевых клеток, либо посредством тока крови, да, либо посредством, в общем-то, через полимфатическим путям в другие органы системы, где, собственно говоря, эти клетки имплантируются и могут вызвать аналогичную опухоль. То есть есть первичный очаг, где опухоль зародилась, и когда кусочки ткани, клетки распространяются по организму, и это тоже признак злокачественности вот этого агрессивного течения онкологии. В принципе, это свойство всех онкологических заболеваний. Какие причины вызывают… Нет, вот такой вопрос. Какого возраста женщины чаще болеют раком тела матки? Это возрастные пациентки или нет? Рак тела матки, да, это возрастные уже пациентки, в общем-то, это период перименопаузы и постменопаузы. То есть еще недавно это была постменопауза, то есть это были женщины 60 лет и более. Сейчас все-таки это уже заболевание становится более молодым, то есть уже пациентки от 45 лет и выше у нас появляются нередко. А какие причины, из-за чего конкретно эта опухоль может развиться? Есть ли какие-то доказанные факторы, которые провоцируют именно эту опухоль? Основные провоцирующие факторы – это из доказанных все-таки, наверное, гиперэстрогения, потому как, в общем-то, в развитии рака эндометрия выделяют два даже патогенетических варианта, то есть два варианта развития, два типа. Первый тип – это пациентки, собственно говоря, моложе возрастом, как правило, страдающие ожирением, гипертонической болезнью, сахарным диабетом. В молодости эти пациентки перенесли какие-то нарушения, именно гормональные нарушения, то есть какие-то заболевания, связанные с нарушением менструального цикла, или поликистозные яичники, вот какие-то вот такие вот вещи. В последующем у них даже в достаточно молодом возрасте, в общем-то, может развиться рак эндометрия. Второй вариант, вот он, в общем-то, развивается как раз чаще всего непосредственно у пожилых пациенток. И он такими вещами не характеризуется, как правило, имеет более злокачественное течение. Можно ли говорить про профилактику, либо раннее выявление? Ну, учитывая, что вот этот вот первый, да, гормональный, скажем так, тип, он составляет 80% всего рака эндометрия, то, конечно, можно говорить о какой-то профилактике. Ну, то есть эта профилактика будет в чем заключаться? Собственно говоря, в раннем тоже, в санации тех же инфекций, в лечении каких-то гормональных нарушений, в коррекции менструального цикла. То есть в раке эндометрия очень важно, собственно говоря, наступление беременности и роды, потому что нерожавшие женщины болеют чаще этим заболеванием. То есть вот такие вещи. А сколько раз женщина должна родить, чтобы вот доказательно снизился риск развития в более старшем возрасте? Ну, на самом деле, таких, в общем-то, исследований не проводилось, конечно. Хотя бы раз, то есть эта женщина считается уже рожавшей. И кормление грудью, она тоже будет способствовать профилактике? Ну, кормление грудью в том числе. Вообще весь период, собственно говоря, чтобы ребенка выносить, родить, выкормить, конечно. И в организме женщины в это время происходят определенные процессы, которые в последующем как-то благотворно влияют, в общем-то, и защищают ее в какой-то степени. Как поймать эту опухоль, эту онкологию на ранней стадии? Какие методы диагностики существуют именно с точки зрения скринингов, с точки зрения раннего выявления? Ну, скринингов при раке тела не существует. Заболевание его на осмотре, диагноз не поставишь, не увидишь. Для того, чтобы поставить рак эндометрия, тут либо появляется клиническая картина, что, слава богу, бывает, в общем-то, достаточно на ранних стадиях. Это, как правило, маточное кровотечение, кровомазание, нарушение цикла, которые, в общем-то, побуждают женщину обратиться к гинекологу, гинеколог делает ей УЗИ. И как находка, значит, обнаруживается какой-то процесс полости матки, который дообследует, выявляет рак эндометрия. То есть кровотечение. Вообще, кстати говоря, стоит, наверное, сказать нашим зрителям, что, в принципе, кровотечение, и не только гинекологические, они всегда-всегда настораживают, и в том числе и для онкологических заболеваний. Ну, кровотечение, безусловно, это не норма. Причем даже могут быть какие-то малозначительные, и на это всегда нужно обращать внимание. Просто так кровь-то не должна. Особенно самый явный симптом, в общем-то, развития рака эндометрия, это кровомазание или кровотечение в постменопаузе. Это уж, конечно, тут совершенно исключается, и необходимо обязательно обследовать. И что дальше? Если такие симптомы появились, то есть вы направляете на диагностические исследования? Конечно. Это УЗИ? В первую очередь это будет УЗИ? Ну, в общем-то, вы знаете, то есть это прерогатива все-таки гинекологов, и на этом этапе, да, пациентку обследуют они. И МРТ-диагностика, любые более такие тяжелые методы? Здесь применяются, конечно, любые методы диагностики, все современные, и МРТ, и ПЭТ-КТ, если нужно уточнить, допустим, стадию заболевания, да, то есть на этапе развития рака теломатки, конечно, мы применяем все методы диагностики. Эндоскопические в том числе, конечно. То есть самое главное обратиться к гинекологу. Гинеколог хорошо очень понимает, что такое, собственно... Конечно, гинекологи знают эту патологию, знают предраковые патологии, гиперпластические процессы, атипические гиперплазии. Конечно, гинекологи выявляют, направляют на УЗИ, проводят, собственно говоря, гистероскопии или лечебно-диагностические выскабливания, по результатам которого мы, в общем-то, уже либо подтверждаем, либо снимаем диагноз. Скажите, есть такая вот рекомендация? Вообще то, что женщине нужно иметь своего доктора, своего гинеколога, но это, по-моему, уже... это уже, по-моему, просто факт. А вообще, насколько часто нужно ходить... Сколько раз? Раз в год, раз в пять лет нужно ходить к гинекологу, чтобы проводить обследование подобное? Может, для каждого возраста есть какие-то... Ну, если женщина, в общем-то, считает себя здоровой, и никакой у нее патологии не выявляется, ну, хотя бы раз в год профилактически, конечно, это делать стоит. Особенно в период переменопаузы. То есть это вообще период неспокойный, когда все начинает меняться, и что-то может где-то расти. То есть, конечно, нужно именно в этот период наблюдаться. Ну, и молодой возраст, опять же, тоже. Это культура, население определенное, конечно. Да, получается, раз в год нужно, в общем, обращаться. Нужно обращаться. Лишним это точно не будет. А если есть какие-то жалобы, то это должно быть... Ну, это просто повод. То есть все-таки первыми признаками будет именно клиника, именно кровь, да? Основной, да. И ничего другого. Опять же, каких-то вот, как люди часто хотят сдать анализ крови, например, и вот определить, проверьте меня на онкологию, вот сдать анализ крови. Есть ли какие-то специфические анализы крови? Нет, а кендометрия нет. А вообще вот общий анализ крови клинический, который у нас доктора достаточно часто назначают, и пациенты сами себя назначают, когда эритроциты, гемоглобин, он вообще вот с точки зрения онкопоиска, он имеет какой-то смысл? Нет, он скорее отражает все-таки состояние человека на момент его обращения. То есть если к нам поступает пациентка, допустим, с запущенной стадией рака теломатки, то он, конечно, безусловно, имеет значение в тот момент, когда мы определяемся, как ее дальше лечить. В этом плане, да. Светлана Николаевна, спасибо вам большое. Сегодня в рубрике «Здоровье» мы говорили про женскую онкологию, сегодня мы говорили про рак тела матки. У нас в гостях была Светлана Николаевна Лапина, заведующая онкологическим отделением номер 4 Свердловского областного онкологического диспенсера. А я с вами прощаюсь. Берегите свое здоровье. До свидания.